Основные направления работы определены. В Нижегородском региональном отделении партии «Единая Россия» принята предвыборная программа на предстоящие выборы в законодательное собрание. Ее утвердили более ста делегатов на конференции, прошедшей на площадке Нижегородского политехнического университета имени Алексеева. В программу партии вошли около 215 тысяч предложений и пожеланий от нижегородцев и экспертного сообщества, озвученные на ранее прошедших стратегических сессиях по всей области. Затронуты совершенно разные блоки – здравоохранение, образование, сельское хозяйство, развитие промышленности, комплексное благоустройство, развитие сельских территорий и многое другое. В очередной раз мы получили возможность проанализировать конкретные пожелания людей, что для них является приоритетом. Есть абсолютно ожидаемые вещи, это опять акцент на ремонте и строительстве дорог, мостов, модернизации и развития здравоохранения, естественно, приведению в порядок объектов социальной сферы, что сейчас нашло свое отражение уже в принятом решении о федеральной программе капитального ремонта школ, например. Много местных вопросов, которые людей также интересуют непосредственно в их населенных пунктах, то, что их окружает. Мы все это в обязательном порядке включим как, собственно, в программу по Нижегородской области, так и в отдельные государственные программы, которые будем реализовывать. Программу мы готовили вместе с людьми. Это были и просто встречи с жителями, на которых они определяли, что сейчас является приоритетом развития для того или иного, например, муниципального образования или для той или иной группы молодежи или старшего поколения. А также мы общались с экспертами в различных отраслях, обсуждая, что из того, что мы сейчас сделали, уже нам удалось, где необходимо дополнительно применить какие-то силы, привлечь дополнительные ресурсы и какие приоритеты в той или иной сфере надо выбрать. Поэтому получился такой действительно серьезный документ, который является продолжением того, что мы делаем и, может быть, каким-то таким плавным планом работы для нас на всех уровнях, будь то законодательные органы власти или наши партийные проекты. Мы имеем сегодня устойчивое экономическое развитие, которое является базисом для того, чтобы развивать наш регион. Ведь мы не случайно за последние пять лет в полтора раза увеличили наш бюджет. Это именно работа промышленности. Это работа сельского хозяйства, которые тоже сегодня не находятся в критическом положении, в котором была еще несколько лет назад, когда каждый день руководители хозяйств говорили о том, что они не могут больше работать, заканчиваются всевозможные ресурсы. Предприятие останавливается. Сегодня все это развивается. Мы имеем четкий, постоянный, устойчивый рост.